Послание Иеремии Глава первая Список послания, которое послала Иеремия к пленникам, отводимым в Вавилон царем вавилонским, чтобы возвестить им, что повелено ему Богом. За грехи, которыми вы согрешили пред Богом, будете отведены пленниками в Вавилон набуходоносором царем вавилонским. Войдя в Вавилон, вы пробудете там многие годы и долгое время, даже до семи родов. После же сего я выведу вас оттуда с миром. Теперь вы увидите в Вавилоне богов серебряных и золотых и деревянных, носимых на плечах, внушающих страх язычникам. Берегитесь же, чтобы и вам не сделаться подобными иноплеменникам, и чтобы страх пред ними не овладел и вами. Видя толпу, спереди и сзади их поклоняющуюся перед ними, скажите в уме, тебе должно поклоняться владыка, ибо ангел мой с вами, и он защитник душ ваших. Язык их выстроган художником, и сами они оправлены в золото и серебро, но они ложные и не могут говорить. И как бы для девицы, любящей украшения, берут они золото и приготовляют венцы на головы богов своих. Бывает так же, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро и употребляют его на себя самих. Уделяют из того и блудницам под их кровом. Украшают богов золотых и серебряных и деревянных одеждами, как людей. Но они не спасаются от ржавчины и моли, хотя обличены в пурпуровую одежду. Обтирают лице их от пыли в капище, которой на них очень много. Имеет и скипетр, как человек-судья страны, но он не может умертвить виновного пред ним. Имеет меч в правой руке и секиру, а себя самого от войска и разбойников не защитит. Отсюда познается, что они не боги. Итак, не бойтесь их. Ибо как разбитый сосуд делается бесполезным для человека, так и боги их. После того, как они поставлены в капищах, глаза их полны пыли от ног входящих. И как у нанесшего оскорбления царю заграждаются входы в жилье, когда он отводится на смерть. Так капища их охраняют жрецы их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками. Зажигают для них светильники и больше, нежели для себя самих. А они ни одного из них не могут видеть. Они как бревно в доме. Сердца их, говорят, точат черви земляные и съедают их самих и одежду их, а они не чувствуют. Лица их черны от курения в капищах. На тело их и на головы их налетают летучие мыши, и ласточки, и другие птицы, лазают также по ним и кошки. Из этого уразумеете, что они не боги. Итак, не бойтесь их. Если кто не очистит от ржавчины золото, которым они обложены для красы, то они не будут блестеть. И когда выливали их, они не чувствовали. За большую цену они куплены, а духа нет в них. Без ноги они носятся на плечах, показывая через сто свою ничтожность людям. Посрамляются же и служащие им, потому что в случае падения их на землю, сами собою они не могут встать. Так же, если бы кто поставил их прямо, не могут сами собою двигаться. И если бы кто наклонил их, не могут выпрямиться. Жертвы их жрецы продают и злоупотребляют ими. Равно и жены их, часть из них, солят и ничего не уделяют ни нищему, ни больному. К жертвам их прикасаются женщины нечистые и родильницы. Итак, познав из всего, что они не боги, не бойтесь их. Как же назвать их богами? Женщины приносят жертвы этим серебряным, золотым и деревянным богам. И в капищах их сидят жрецы в разодранных одеждах с обритыми головами и бородами и непокрытыми головами. Ревут они своплем пред своими богами, как иные на поминках по умершим. Некоторые из одежд их жрецы берут себе и одевают ими своих жен и детей. Если испытывают от кого-либо злое или доброе, не могут воздать. Не могут поставить царя, не низложить его. Равно ни богатства, ни даже мелкой медной монеты они не могут дать. Если кто, обещав им обед, не исполнил бы его, не взыщут. От смерти человека не избавят, ни слабейшего усильного не отнимут. Человеку слепому не возвратят зрение, человеку в нужде не помогут. Вдове не окажут сострадания и сироте не сделают добро. Камнем из гор подобны эти боги деревянные и оправленные в золото и серебро. И служащие им посрамятся. Как же можно подумать или сказать, что они боги? К тому же сами халдеи обращаются с ними непочтительно. Они, когда увидят немого, немогущего говорить, приносят его к Ваалу и требуют, чтобы он говорил, как будто он может чувствовать. И не могут они, заметив это, оставить их, потому что не имеют смысла. Женщины, обвязавшись тростниковым поясом, сидят на улицах, сожигая курение из оливковых зерен. И когда какая-либо из них, увлеченная проходящим переспит с ним, попрекает своей подруге, что та неудостоена того же, как она, и что перевязь ее не разорвана. Все совершающееся у них ложно, посему как можно думать или говорить, что они боги? Устроены они художниками и плавильщиками золота. Ничем иным они не делаются, как тем, чем желали их сделать художники. И те, которые приготовляют их, не бывают долговечны. Как же сделанные ими могут быть богами? Они оставили по себе ложь и срам своим потомкам. Когда постигают их война и бедствие, жрецы совещаются между собою, где бы им скрыться с ними. Как же не понять, что те не боги, которые самих себя не спасают, ни от войн, ни от бедствий. Так как они деревянные, оправленные в золото и серебро, то можно познать, что они ложь. Всем народам и царям сделается ясным, что это не боги, а дела рук человеческих, и в них нет никакого действия божественного. Кому же после сего непонятно, что они не боги? Царя стране они не поставят. Дождя людям не дадут. Суда не рассудят. Обидимого не защитят, будучи бессильны. Как вороны, находящиеся между небом и землею. Ибо и в том случае, когда подверглось бы пожару капище богов, деревянных или оправленных в золото и серебро, жрецы их убегут и спасутся, а они сами, как бревна в середине, сгорят. Нет, ни царю, ни врагам они не могут противостать. Как же можно принять или подумать, что они боги? Нет воров, нет грабителей, не могут охранить самих себя эти боги, деревянные или оправленные в серебро и золото. Превосходя их силою, они снимают золото и серебро и одежды, которые на них, и уходят с добычей, а эти себе самим не в силах помочь. Поэтому лучше царь, выказывающий мужество, или полезный в доме сосуд, который употребляет хозяин, нежели ложные боги, или лучше дверь в доме, охраняющая в нем имущество, нежели ложные боги, или лучше деревянный столб в царском дворце, нежели ложные боги. Солнце и луна и звезды, будучи светлые и посылаемые ради потребности, благопослушны. Так же и молния каждый раз, как является ясно-видима, так же ветер во всякой стране веет. И облака, когда повелит им Бог пройти над всею вселенную, исполняют повеления, так же огонь, свыше неспосылаемый для истребления горы и лесов, делает, что назначено. А эти, не подобны им ни видам, ни силами. Почему же можно подумать или сказать, что они боги, когда они не сильны ни суда рассудить, ни добра делать людям? И так, зная, что они не боги, не бойтесь их. Царей они не проклянут, не благословят. Знамени не покажут на небе и пред народами, не осветят, как солнце, и не осияют, как луна. Звери лучше их. Они, убегая под кровь, могут помочь себе. И так ни из чего не видно нам, что они боги, посему не бойтесь их. Как пугало в огороде ничего не сбережет, так и их деревянные, оправленные в золото и серебро боги. Равным образом их деревянные, оправленные в золото и серебро боги, подобные терновому кусту в саду, на который садятся всякие птицы, также и трупу, брошенному во тьме. Из пурпура и червляницы, которые истлевают на них, вы можете уразуметь, что они не боги, да и сами они будут, наконец, съедены и будут позором в стране. И так лучше человек праведный, не имеющий идолов, ибо он далеко от позора.